Здравствуйте! Это программа «Специальный репортаж». Меня зовут Седа Каспарова, а это мой коллега Николай Соболев. Сегодня наш творческий десант высадился в Быховском районе деревни Грудичина. Здесь проходит большая бард-рыбалка, а это значит, что нас ожидает рыбалка, уха, хорошие песни, я уверена, хорошее настроение. Так что оставайтесь с нами в ближайшее время. Собираясь в эту командировку, не будучи рыбаком или бардом, я должна была убедиться лично, что здесь и впрямь так же интересно, душевно и хорошо, как рассказывают бывалые. Нам с Николаем призывно светило погружение в атмосферу праздника со всеми вытекающими, выкипающими и клюющими. С самого утра на бард-рыбалке развернулись соревнования в личном и командном зачете, почти как в большом спорте. Вот он, рыбный азарт. В прошлом году даже на рыбалке заняли призовое место. Ну, пока слабенько. Пока по мелочи? Да, по мелочи. Подлесчики небольшие, пока слабенько. Удивительное дело. Рыбацкие байки о том, что главное здесь процесс, а не объем улова, оказались правдой. Садки не ломились от улова, а у кого-то и вовсе пара подлесчиков била плавниками. Но все рыбаки, как мне показалось, были счастливы. Мы поймали кучу-кучу маленькой рыбы и вот такого большого-большого леща. Видите? Мы надеемся, что с этой рыбой мы выиграем самый главный приз. На то, чтобы обойти соперников и пополнить свои рыбные закрома, рыбакам дали пять часов. И пока одни сидели на солнышке, другие, оторвавшись от коллектива, вели свой диалог с плотвой на далеких берегах Чигиринки. Итак, докладываю. Погода отличная, а свод взял нас покататься. Мы сейчас едем вот на тот остров, там оказывается тоже рыбачий. Так что я надеюсь, мне дадут в руки удочку, и мы можем поймать какую-нибудь уклейку или вот такого язя. До острова мы так и не доехали. Да и зачем, когда рыба сама шла в руки в лице минчанина Виктора. Ого! Это лучше, чем на берегу, открою вам тайну. Ну, всякое бывает. А почему вы не на берегу, почему вы здесь? А я всю жизнь с лодки ловлю. А есть разница? Очень большая. В лодке сидишь один, наслаждаешься тишиной, слышишь крик чаек, никто не мешает, никто под бок тебе не спрашивает, на что ловишь, чем прикормил. Одним словом, удовольствие, тишина. Как вам здешние места? Великолепно. Беларусь наша вообще прекрасна. Пока рыбаки использовали оставшиеся часы рыбалки по максимуму, наша съемочная группа вернулась на сушу. Надо было успеть познакомиться со второй составляющей праздника – песней. А вернее, с самими бардами. Сюда они приехали из стран соседок, это уже традиция. А кто-то даже пожертвовал отпуском из Чили, Германии, Эстонии, Чехии отправились прямиком в Грудичино. Несколько раз в день все площадки бард-рыбалки превращались в малые сцены больших песен. Вместе играли и профессионалы, и любители. Для последних, кстати, здесь организовали конкурс «Гитара по кругу». То есть сами участники проекта решали, какую именно композицию на отчетном концерте им и их коллегам нужно будет исполнить. А когда гитара находится в такой преступной близости, не коснуться ее струн просто нельзя. Особенно, когда не умеешь, но очень интересно. В учителя и собеседники я взяла очаровательную Викторию из Украины. А вы бард? Я бы не сказала, что я бард. Но если даже брать бард, то скорее бард-рок. А вообще я пишу авторские песни, вообще играю в каких-то группах. Ну, больше к року. Сейчас мы записываем с моей группой альбом. Но это пока еще в процессе работы. Ну, я совершенно не умею играть. Мы сейчас можем какие-то там аккорд хотя бы взять? Да, конечно. Давайте. Как это делается? Возьмите гитару. Константин берет гитару. Так. Какой пальчик? Вот эти вот два пальчика. Какой-то прямо. То есть на каждой струне по пальцу? Да. Есть. И теперь можете просто провести. Это мой первый аккорд. Кстати, о профессионалах. В спорах о музыке здесь, конечно, не ломают копии, но спорят даже авторы со стажем. Есть ли современная бардовская песня или же она тень прошлого? Зритель остается все так же верен музыке. Генерация Галича, Куджава, Высоцкого, они дали линию очень высоко, да? Уровень их творчества очень-очень высокая, да? Возможно, например, изменять музыку немножко, да? Но если должна быть бардовская песня, потом надо быть немножко поэтом, да? А кто лучший поэт, как Куджава и Высоцкий, да? Это очень тяжело. Я думаю, что бардовская музыка уже остановилась, да? И все репетируют только, да? Ни в коем случае ничего, все не написано. Можно продолжать писать и удивлять людей. Просто дело в том, что авторская песня как-то таковая, как и любой музыкальный или политический жанр, он развивается. У него появляются какие-то новые направления, какие-то смешанные моменты. Кстати, здесь на этом фестивале яркие тому примеры жанров и их смешения. Люди едут сюда в том числе ради общения, ради общения с коллегами, с такими творческими людьми. И ради реализации, самореализации и реализации интересных творческих проектов. Это живая музыка, это живой звук, это хорошая поэзия высокая и хорошее исполнение. Наши концерты показывают, что люди вот вчера на концертах и аплодировали стоя, и вызывали на бис наших музыкантов. И в принципе мы собираем огромную поляну, огромные залы в нашем фестивале. К бардам мы вернемся чуть позже, ведь пока мы пели песни, на соседней площадке уже начинали взвешивать улов. Андрей доставал из воды пескарей, Виктор Платвичко, Сергей Подлещико. Страна ждала, ведь в годы прошлых фестивалей здесь ставили настоящие рекорды. Был очень большой сом, 12,5 килограмм. Солдаценка, личный за счет. 4 килограмма. 4 килограмма, 730 грамм. Лавили на мотеле с опарышем. Это вот самый такой ловибельный материал? Сегодня только на нее плевало. Почему? Ну, то рыбу надо спросить. Мы считаем, что килограмм и поле – это лещ, а это подлещик, он килограмм не будет. Вы давно рыбачите? Лет 8. Вот этому вот штуке. Здесь плотва, густера, окунь немножко и уклейка. Чуть-чуть. Что будете делать, жарить? Будем варить бард-уху. Вы гитару туда еще добавите? Нет, только деку. Самым увесистым уловом этой бард-рыбалки стал 760-граммовый лещ. А в командном зачете победила жабинка. За пять часов на их крючки попало 20 килограммов рыбы. Победителей награждали красиво, официально, со сцены. Собранная рыба пополнила гастрономические закрома бард-рыбалки, точнее кулинарного конкурса «Кермаш-смаку». Здесь в правильную уху варили команды профессионалов, предприятий области и университетов, нашего продовольственного и московского технологического. Русская кухня и белорусская кухня, она плавно перетекает одно в другое, чтобы вот такого резкого отличия, в общем-то, нет. Нас угостили блюдом дранники белорусские, очень понравилось. Попробую вот себя тоже приготовить в Москве. Уху по бард-рыбалдовски да по-московски варили два часа, дразня зрителей ароматами щучьих голов и лаврушки. Место в очереди занимали заранее, и ожидание было вознаграждено. Ненадолго утолив музыкальный и гастрономический аппетит, гости праздника потянулись к искусству телесно-духовных практик. Секция банно-оздоровительных процедур, энергетических ритуалов и волшебных трав на бард-рыбалке гость особый. Послушать гуру банного дела Беларуси Геннадия Мороза ежегодно приезжают банщики и любители пара со всей страны. И рассказать ведь всегда есть о чем, потому что многое из того, что мы знаем о бане, не более чем мифы. А если мы вышли из парилочки, открыли дверь, открыли окошко, делали залповое проветривание, и потом зашли на следующий заход, закрыли дверь, закрыли окошко, набросали пара столько, сколько нам надо, мы паримся в хорошей, здоровой атмосфере, мы дышим чистым воздухом, и у нас никогда не будет болеть голова, и не будет никаких удуший, и, в общем-то, вот такое правильное принятие банит. Чтобы не быть голословными, здесь правильную баню еще и показывают, и в руках опытного мастера обычный веник превращается едва ли не в веер гейши, и никаких тяжелых телесных. Нельзя сидеть, лучше всего, оптимальнее всего, лежать. Если удастся еще ножки поднять повыше к потолку, чтобы мы их грели, да, а голова в это время будет в более прохладном режиме, то это вообще замечательно, это идеальный вариант. А тех, кто уже попарился и был готов почистить чакры, на прием ждала сибирская шаманка. Настоящая. Не спрашивайте, откуда, как и почему. Это ведь барз-рыбалка, здесь и не такое бывает. А как оно работает? Вы бьете и заговариваете? То есть, вот если вы почувствуете... Вибрация идет, да. Ой, мамочки. И вы посмотрите, как ваше тело, ваша энергетика сразу... Меня аж покачнуло на самом деле. Вот. И это только небольшая часть. Когда я провожу тот или иной обряд, ту или иную часть гармонизации, которая нужна именно вам, вибрации ваши начинают выходить на тот уровень, который нужен вам. То есть, вот на данный момент вы не полноценно используете все свои энергетические ресурсы. То есть, у нас везде асфальт в городе особенно. И человек перестал ходить по земле, по своими ногами. А это земная энергия, это женская энергия. Богатство, изобилие. И у нас люди... Вот, вот, какие-то проблемы, чего-то не хватает. Я говорю, разуйся, походи по земле, и все у тебя будет. Спасибо. Кстати, о женской энергии. В этом году впервые на Барт-рыбалке решили провести конкурс Королева Барт-рыбалки. Наталья Новожилова взяла на себя хлопоты организатора и руководителя, а членам жюри предстояло выбрать лучшую из шести конкурсанток. Грация, артистичность, красота души и, конечно, женственность. Лучший достался приз – путевка на курорт Черного моря. Вам понравились костюмы? Королева Барт-рыбалки большой. Зинаида Афанасенко! А для достижения внутреннего дзен, как известно, все средства хороши. И Барт-рыбалка как раз подходящий для этого места. Телевизоров нет, интернета нет, зато есть природа, воздух, солнце и море музыки. На пляже стенд, на стенде объявление. Оно гласит, что надо соблюдать все правила воды и поведения. И главное – забудь не заплывать. Ребята, которые здесь собираются, по-моему, их абсолютно не интересует. Ничей социальный статус, какие-то многие житейские проблемы. Просто всем хорошо, собрались, попели, пообщались. Уже все, и поплавали, и поиграли, и попели. Очень душевно. А откуда вы сами? С Минска. Интересно и то, что как бы далеко мы не уходили от берега, усадеб и площадок, музыка была рядом. Как элемент пейзажа, состояние или настроение. На одних совсем непретенциозных площадках, сколоченных в лесу сценах, выступали и любители, и известные барды, которые в Москве, Питере или Нью-Йорке ждут большие концертные залы. Ведь если есть зритель, то география не имеет значения. Вечер заканчивается, и мы нашли женщину-рыбака. Я искала ее весь день. Вон она. Пойдем знакомиться, только чтобы рыбу не распугать. Добрый вечер, женщина-рыбак. Добрый вечер. Областное телевидение пустите к себе. Это вообще возможно, чтобы вы мне показали, как это работает? Опустила. Вторую ногу вперед. Вот так. Удочка вверх. И это вот так вот отпускаешь. Только сначала на темную. И давай. Отлично. Так, теперь что? Стоять бояться. Держите. Здесь надо картошечку отпустить, чтобы она... Сколько лет вы учились рубачить, скажите? Вот и четыре. То есть вы прям вот учились-учились? Ну, как учились. У вас семьи рубачит? Нет, у меня никто в семье не рубачит. Мало того, у меня все такие интеллигенты, которые не хотят вообще с этим связывать. Когда вы поймаете свою первую рыбку, когда вы, на самом деле, поймает она вас. Ненадолго. Нашу жизнь, наверное. Дорогой зритель, рапортуем. Как мне кажется, день прошел замечательно. Я даже успела порыбачить. Надеюсь, что у меня есть перспективы и таланты в этом деле. Мне понравилось все. И в очередной раз я подумала о том, что нужно приезжать в такие места отдыхать, а не работать. Так что в следующий раз обязательно приезжайте сюда на два, на три дня. Я думаю, что вам тоже понравится. Николай, как тебе? В общем, приятно. Очень приятно. Николай сегодня работал. Спасибо Николаю за то, что мы его глазами увидели всю эту красоту. Спасибо вам. Это был специальный репортаж. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова